Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас для вас новая игра. Обычно мы с вами создаем игры от и до, прям с самого начала и до самого конца сами. А сегодня мы используем для наших игр вот такую вот штучку, которую все наверняка знают. Это вполне себе уже самостоятельная игра, которая в свое время приобрела огромную популярность благодаря тиктоку, но сейчас эта популярность немножко спала. Такие вот штучки у многих лежат дома без дела. Штучка эта называется поп-ит, и, кстати, кто знает, как переводится это слово, напишите нам в комментариях. Игра эта изначально была изобретена для развития мелкой моторики, когда она приобрела популярность в соцсетях, ее стали просить все дети. Потом популярность хлынула, дети играть в нее перестали. И сегодня я покажу вам новые способы, как можно использовать эту игру в развивающих целях, либо просто интересно провести время со своим ребенком, используя поп-ит. Итак, первый способ, назовем его поиск клада. В моем случае поп-ит небольшой, они бывают разной формы, разных форматов, это не важно, сразу говорю. Нам нужен просто, получается, основа и какой-нибудь клад, что может выступать кладом. В моем случае я вот взяла, например, такой шарик, он достаточно блестящий, яркий, похож на клад. Либо, если у вас нет подходящих шариков по диаметру, можно сделать его из пластилина и спрятать под любой из хлопушек вот этих. Если у вас есть магнитные конструкторы, в них обычно тоже для соединения используют такие шарики, они по диаметру отлично подойдут. Вот, но если кто-то дает своим детям сладкое и спокойно к этому относится, можно, например, использовать конфетку. И играть, кто найдет клад, тот ее и скипушает. Это довольно весело. Я думаю, что если ребенок уже большой и не подавится конфетой, то вполне себе можно один раз сыграть и весело, и интересно. Когда находишь конфетку, сладко, скажем так. Ну, мы будем использовать вот этот шарик, который я изначально показала. Если вы не участвуете в игре, а участвуют двое детей, тогда шарик прячете вы. Если, допустим, вы играете с ребенком, то просите кого-то спрятать этот шарик, чтобы было по-честному. Под какой-то из вот этих хлопушек мы прячем шарик и начинаем по очереди нажимать на вот эти вот штучки. Мы их хлопаем. И получается, по одному ходу делает каждый игрок. Ну, в моем случае я знаю, где шарик. Играть мне не очень интересно. Ну, в конце концов, кто-нибудь нажимает на хлопушку, который не хлопает, понимает, что под ней находится клад и, соответственно, выигрывает, получает бонус. Следующий вариант, который можно использовать, это игра на скорость. То есть мы изначально делим поп-ит на две половинки. Ну, ладно, он легко достаточно делится обычно, если это не какая-то форма там единорога или кого-то еще. Поэтому, если это какая-то форма, имеющая две половинки равные, то мы можем для этой игры его использовать. В моем случае эти две половинки есть. И, соответственно, вот, проходя по этой линии, да, если бы у меня был оппонент, мы бы с ним соревновались. То есть просто на скорость схлопнуть все штучки. Вот в моем случае штучки вредные, и они, получается, схлапываются не сразу. Даже если я на нее нажимаю, она может выскочить обратно. Вот. В этом есть такой соревновательный момент. Тут больше такого веселья, да, ловкости, скорости мы тренируем в этой игре. И еще один вариант игры, для которого нам понадобится игральный кубик. Здесь смысл игры такой же соревновательный, но для этого мы будем использовать вот этот кубик. И схлапывать мы будем по количеству выпавших на кубике точек. То есть первый игрок кидает, ему выпадает 2, он схлапывает 2. Следующий игрок кидает, допустим, ему выпадает 5. Он схлапывает 5. И так далее. То есть по очереди вы кидаете кубик, схлапываете. И, соответственно, у кого у последнего окажется количество точек меньше, чем выпало на кубике, тот и проиграл. То есть кто последний не сможет схлопнуть, тот и проиграл. Вот такая игра. Тут получается мы с вами помимо того, что играем, веселимся, тренируем ловкость пальцев и скорость, мы еще и, соответственно, используем математические понятия, учимся считать, соотносить изображение на кубике с тем, что нам нужно схлопнуть, какое количество. То есть это такая вот польза получается еще и на развитие счета. Ну и, соответственно, попыт это идеальная игрушка для того, чтобы изучать цвета. Потому что здесь цветов достаточно. Обычно эта игрушка яркая. Бывают, конечно, попыты одного цвета, но если мы говорим вот про такой образец, то здесь мы можем идеально изучать цвета. В данном случае мы можем использовать пластилин, потому что я думаю, что не у всех дома найдется, например, найдутся маленькие штучки, игрушки какие-то, которые будут подходить нам по диаметру. В моем случае я сделала это все из пластилина. Можно ребенка как раз занять именно игрой с пластилином и с попытом. Каким образом? Игрой, которая будет помогать нам изучать основы цвета. Мы просим ребенка самого скатать вот такие шарики, которые подойдут по диаметру, чтобы вкладывать их в ячейки. Соответственно, мы переворачиваем попыт таким образом, чтобы вот появились у нас именно ячейки. И туда просим ребенка заполнить их вот такими вот шариками из пластилина. То есть что тренируется? Мы соотносим желтый цвет, например, мы кладем в желтую ячейку. Запоминаем, значит, какой цвет у нас желтый. Плюс мы тренируем мелкую моторику. И умение, да, вот тренировка пальцев, да, умение скатывать вот такие шарики. Это тренировка отличная для мускулатуры рук, мелкой мускулатуры. Соответственно, мы убиваем двух зайцев, мы изучаем цвета. Мы, соответственно, с ребенком еще и лепим. И учимся соотносить цвет с цветом на образце. Это была еще одна игра, которую я хотела вам сегодня продемонстрировать. Если вдруг у вас есть свои заготовки игр с попытами, и они не пылятся у вас на полках, мы будем очень рады увидеть этот вариант игры в комментариях. А на этом у меня сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok